Время пожара у нас сгорело 14 из 17 вольеров, в них погибло 5 собак, к сожалению. Сейчас мы восстанавливаем те же 17 вольеров обратно, потому что это максимум, который я могу себе позволить на этой территории. Разбирательство чем закончилось? Поджог? Ничем. Там было две версии изначально, либо это короткое замыкание, ну как обычно бывает, либо это поджог все-таки. Вот приезжала к нам дознаватель с МЧС, девушка, но она приехала через день после пожара, и так как мы все прибирали за этот период времени, она руками развела и сказала истинную причину, вы картину изменили происшествие, истинную причину я установить не могу. Сразу после пожара к нам приехал глава администрации поселка вместе с руководителем экологического фонда, с такими наездом, скажем грубо, о том, что у нас тут погибли животные, что мы тут устроили, организовали, мы же вас предупреждали и так далее. Вот, ну в итоге, как бы все это успокоилось, нам предложили, на следующий день нам предложили подъехать в администрацию, написать заявление на новое выделение земельного участка на окраине поселка. Сделали это дело, то есть подъехали, написали заявление, было несколько звонков от администрации Белимбая, там, с разными вопросами о том, какую площадь нам надо, что мы там хотим и так далее. Ну вот, сентябрь, октябрь месяц на дворе и ни ответа, ни привета. С зверей когда вы заселяете, планируете? А мы частично заселяем уже, возвращаются, то есть у нас и новенькие бывают, приходят. Ну я так думаю, в порядка 20 собак добавилось, попадают по-разному, и вот дети приводят, и сами подбираем. И есть такие, которых возвращают нам обратно с пристроев, вот эту вот девочку-хозяева нам вернули, то есть не устроила она их спустя какое-то время, они ее нам обратно вернули. Позвонили дети, сказали, у нас здесь вот в поселке Белимбай ходит собака Алабай, большая, как бы можно ли к вам привезти? Я говорю, а вы сможете? Да, мы сможем. Вот привели, без поводка, он просто за ними шел, без ошейника, без поводка, просто пришел сюда и вот забрала. Такой вот мальчик, Бураном назвали. У него лапа была повреждена, мы ее подлечили, сейчас все хорошо, он кастрированный, дом ищем. Хороший зайка, да, зайка. Да, вот такая борта. Что осталось доделать, то есть и когда вольер полностью запустился? Осталось доделать, зашить, там сколько, 4 вольера зашить полностью, сделать в нескольких вольерах, сделать будки внутри, теплые, зима у нас на дворе, вот, и организовать покрытие над коридором, которое было, восстановить его. Как планируется закончить? Ой, ну я очень надеюсь, что мы к концу октября все-таки это все доделаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok